Мать, отец, раньше было так, сватовство, и они друг друга в глаза не видели, а вопросы были решены. Были особый институт свах, а сегодня электронные свахи, закладывают данные, что заложили, и оказалось, он разведенный, и выдали данные, что именно жена, с которой разведенный, больше всего подходит. А ей пришел ответ, там, электронный, самый лучший жених тебе, это твой муж, с которым ты развелась. А раньше они узнавали, кто как живет, вот какие родители прародители, они все это учитывали. И вот мать, любящая своего сына, поставила задачу, чтобы у ней в доме был мир, я правильно понял? А не мирно, когда входит в дом, в семью кто-то, и он должен называть мать, отец, так, тут никуда не заходить, сюда только, Андрея, позови. Сюда, зайти, всем, не переодеваться. Продолжай, Анастасия. Мы несколько лет уже молились. Можешь погромче? Несколько лет уже молились, просили у Господа, чтобы он нам послал снаху. Ты только громче, почему я говорю, потому что вообрази, что злая снаха у тебя, и ты будешь крещать, соседи будешь слушать. Давай. Не хочу так пользоваться. И молились, ну, как бы ничего не происходило, он даже немножко унывать уже начался. Что вот молимся, ничего не происходит. Ну и вот к нам там девушки. Так, может по порядку было. Молимся, ничего не происходит. Отсюда вывод какой? Плохо. Женился Исаак. Детей нету. Молятся 19, 20 лет. Детей нету. Раз, двойняшки. Дальше. Всему свое время, потому что. И в наш храм приходили девушки, разные приходили. Но почему-то вот мне они не понравились. Вот видите как. Замуж не она, а выходит. Ей понравился, вот он сидит, голубчик. А вот ей не понравилось. Почему? Потому что дома, на кухне, везде ей быть. И это второй шаг тоже правильный. Мы молились, пошли Господи, добрую верующую жену Рабусулу Моргеню и нас не остави милостью своей. Потому что я очень хочу добрую верующую знакомую. Очень. Потому что это вторая дочь. А если она будет неверующая, то будет чужой человек в доме. Мира там не будет никакого. Она укоротит тебе жизнь наполовину. Да, да, да. Поэтому вот милости мне нужна была, чтобы Господь послал такой знакомую. И вот девушки какие были. Потом приходит девушка без родителей. Родители в храм не ходят. В храм? Да, ну только в храме. Не на танцплощадке? Нет, нет. В храм? И нигде. Не у знакомых. Третий шаг тоже правильный. Искать где надо. Близ престола Божия. Ну вот, несколько месяцев я приглядывалась, рассматривала. С ней немножко общалась. Она не горбатая, не слепая. Нет, нет. Девушка очень скромная. По возрасту подходит сыну? На год младше. Все условия. Все. А что, это уже начинает проясняться молитва, которая начинает воплощаться. Мужа оповестила, что ты там пригадываешься? Конечно. Знал? В одном курсе. Да. Потому что, судя по поведению где-то, вы на втором месте. Она главная в семье у вас. Вот я гляжу. Давай, дальше. Ну, значит, я начала... Она работает где в организации? Я начала с начальником. Знакомая ее. Распросила. Четвертый шаг исключительно важный. Узнать на работе, с кем она за столом, с кем спит, где бывает. Да, да. Она учитель, и мне было важно, как к детям не относятся. Я почему-то посчитала нужным узнать. Вообще, невообразимо, что в наше время такое расследование вести. Это любовь. Любовь, в первую очередь, к самой себе. Это и правильно. Любить ближе, как к самого себя. Вот узнать, как ты себя любишь. Она любит себя очень. Ну, вот узнала. Она директор. Она в школе работает. Ее мнение. На несколько раз они переговорили с директором, с работодателем. Потом она переговорила с соседями. С теми, кто с ней его соучился. Ну, ничего себе. В общем, потом сыну говорили. Ты знаешь, вот я насмотрела тебе. Понимаете, вот важный шаг, что она сыну не дала знать. Вот у мусульман я не прочитал такой рассказ. Вот парень полюбил девушку-то. А подойти-то нельзя по их закону. Нельзя. А вот она решила через брата. Ты меня с ней познакомь. Это нельзя. Это меня родители из дома выгодят. А как? Матери она скажет. Матери сойдутся, побеседуют. И дальше потихоньку дойдет. Вот Рамзан Ахматович Кадыров, говорит, я ее присмотрел. Она в школе была. Ну, как сказать. Я долго смотрел, вижу, она пошла на лестничной площадке и на развороте, где лестница, там туда и сюда. В это время я, говорит, как вихрь пролетел мимо и успел сказать, я все равно на тебе женюсь. И Шукшин, говорит, что он с площадки догнал свою машину, она сапоги стучат где-то. Он догнал, щекнул ее. Ну, и как-то он сказал, какое-то слово такое. Ну, сразу, теперь нас так просто не возьмешь. Дальше. Ну, потом, значит, я с сыном поговорила, он сказал, ну, никого я там не видел, вот, не мое. Так вот, как бы, он не смотрел вообще ни на кого, у него там старая рана была. Он ее не видел ни спереди, ни сзади? Ну, никак. Он стоит на мужской половине, молится и вообще ни на кого смотрел. Вообще ни на кого смотрел. Какая работа проделана была? Тут не просто надо говорить, говорит, а плакать всем, кто это не делал. Потом с соседской переговорила. О, это президентский полк берут, когда сейчас служить, всех соседей, всех расспрашивают. Точно так же. Она берет его в президентский полк. И главное там президент ее сын. Это вот я рассказывать, это не имело бы того значения, почему я их задержал. Да, этот урок. Я не знаю, будет ли кому-то это уроком. Обязательно. Ну, с соседкой мы поговорили, она говорит, я не хотела, чтобы они вот там сами где-то познакомились. Я хотела, чтобы мы познакомились. Здорово. Познакомились. Это невероятно. Вышли с Раман после молитвы. Поговорили. А сын какое образование у него? Высшее. Инженер-вестер. Инженер-вестер. Вот показывает, высшее образование директора поставили. Он только первый день. Сразу заходит какая-то стихриташа. Мигом тут же трусы скидывает, развернулась туда за стенку. Он, опять же, маленько, я выгнал ее, вторая туда. У него к вечеру шесть или семь трусиков в карманах уже лежит. И он пришел, и какая же эта шесть, и говорит, он-то. Дядя говорит, а вот так. И под стол голая залезла одна, а другая за шестью спряталась. Ну, сейчас мир, конечно, очень страшный, что творится кого-то. Ну, вот после богослужения соседка подвела ее, я сына. Познакомили их. Ну, это уже прошло несколько месяцев, когда она ходит. У меня было то, что почему не ходит мама. Почему я еще так вот заоткладывала все. Ну, вот мама не ходит, папа там какой-то проблемный, надевающий. И не ходят родители. Но она ходит, каждый не пропускает. Тем более теперь. Ну, мы ее видели там все. Женщина хитрое создание, она это знает. Она может там креста нащевать на куполе. Знакомили, и сразу я видю ситуацию отстанала. Знакомили, пошли. И вот она протестила свои шаги дальнейшие, что ты ведешь там, помещаешь, генерал настроила. Мы все знаем. Генерал в стороне не всегда, но командует он. А если бы он сказал, не хочу против, ты сумела его покориться? Или убеждать начала бы? Нет, я бы убеждала. Я бы доводы привела. А если бы он мне их принял, сказал, я другую нашел за это время, и получше, и не ростом выше, и менее лучше. Не нашел бы. Не нашел бы. Потому что заняты только... Она даже не допускает в мыслях. Это ясно дело, что от Бога. Ну, не нашел бы точно. Сын ни на кого не смотрит, и отец. Для отец такой же. Для отец такой же. Они заняты работой. Я уже такой вопрос, как бы, нескромно задам. Ваш сын-то женщин знал, нет? Получается, да. Леонид Толстой вышел, говорит, с юношей над ним. Отвертый в армию, говорит, забирай, да. Я спросил его, а ты женщина? Познал, говорит, нет. Я, говорит, стар, стал, говорит, слабыми глазами. Я, говорит, проследился и сказал, какой же ты молодец. В этом все. И теперь ему будет намного труднее. У нас тут парень один за одну девушку. Так же познакомились только. А она через других сама. Что он знал женщину. И она мне пишет. Не подойдет. И я решила выйти только за детственника. Это сегодня такие девушки есть? Вот что удивительно. Талантливая музыку пишет, стихи, поет сама. Ну, так, значит, ему нужна будет особая помощь. И он должен ей сказать. И старая, чтобы выжиг Господь. Чтобы нигде ничего не было. Покаяния. Да. Покаяния. Он принес покаяния. Да, да, он принес. Принес, все там отрезано. Но было непослушание родителей. Вот в первом случае. Он хотел сам. Он хотел сам. Пока еще вы ее не привели в дом. Нет. Нет, все по порядку. Итак, мы пожелаем, чтобы все исполнилось до конца. Жене наилучшие пожелания. И в нашей молитве, кому это пришлось по душе, чтобы Господь растиражировал этот опыт. Чтобы вот так поступали матери, ища настоящих спутников и спутниц своим детищем. Так, все? Благодарю. Дальше. Они собираются на улыбку за медом. Рахиль тоже. Но они хотели там сразу выйти на трассу. Ну, найдут они или нет? Мое желание было бы, кто знает дорогу, проехали туда, на пасеку. 100% гарантия, что это мед, не сахар переработанный. Мы оттуда берем. Исключительно целебный мед. Это бывший наш житель деревни, он там стал директором. А потом сейчас он как на пенсии. Шерстобитов Геннадий Павлович. Я звонила ему про мед. Так, кто сможет довезти их до туда и вернуть? Придется вам все-таки привезти, кто вас повезет туда. Ты не так далеко тут. 6 километров. А может еще кто-то за медом поедет? 8. Вообще дорогая. Ты попутаешь, делаешь долго. А Дара какая в мед будет? В стеклянную банку? У них вот мы покупали в прошлый раз. 3-х литровая банка стоит 1200, кажется. В бедра. Здесь в пластику я поеду. Здесь в пластику я в мед. А ты дорогу-то не знаешь. Так вот, нужен человек, который... Она вышла, я как поеду, говорит, направо. Я говорю, а деревня там. Я теперь понял вопрос. Вот прям на 180. Ты можешь просто деньги отдать, тебе привезут. Так. Не вопрос, она без вопрос. Я бы мог предложить, кому, кто этому сделать. С Вами съездить. Кто? Пройти по этой стороне и зайти к Андрею в самый большой дом, последний дом Андрея Устинов. Позвонить ему нельзя. Его сына, я сегодня прислуживаю, золотаря. Ну я знаю. Чтобы он свозил вас, он знает дорогу и их знает. И кому надо, могли бы с ними заказать, дать деньги. А он как бизнесмен с нас 100 долларов не запросит? А это не тот. А это не тот? Нет. Ну, я скажу, обязательно ты съездила, сама улетала. Не пила, ты путешественница. Так. Сколько километров вы найдете? Знаете, вот теперь мы это все, все это завал убрали. Дорога, это есть 8 километров. 16. Ну какие это дороги? Дорога там мягкая. Но, если мы подальше здесь, ну не больше 10 лет. Итак, я предлагаю сейчас вам поесть, ну подожди, дай-ка, пойти к Андрею, и чтобы он свозил, вы за рулем будете сидеть и назад их привезете. Это 100% гарантия. Позвонить нельзя Андрею. Не знаешь? Володя, ты же знаешь дорогу. Володю никак. А Андрею позвонить нельзя позвонить, Андрею? А то сейчас пойдем, он откажется. Позвоните. Одно дело с телефона, другое дело, рядом люди подошли и просят. Это очень много звонков. Личный контакт всегда важнее. Ну это не рядом, вообще не смогло, порядок. Мы пока едем, но он бы подумал. Так, я предлагаю, чтобы зря их не держать. Так надо еще в урывке позвонить, есть ли у него мед. Подвонили. 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 Но у него не свежий. Я прошу, не комментируйте еще. Так, Виталий, выйди сюда. Послушайте. Внимательно слушайте. Одно слово можно сказать? Выше, выше. Подвонили. Все. Виталий идет, он идет как на рассуждание. Сейчас он идет и думает, что там надо будет опять дальше. А дело в том, что. Вчера, когда я сказал, кому нужны новые заветы и трехтомники, он к людям подсоединился как нужно, а потом отошел. Почему? У него нет денег. И он говорит, дай мне взаймы, а я расплащусь. А я знаю, что ему расплащаться нечем. И жалко, что он имеет желание и выезжает. Кто бы мог взять его на абордаж? А абордаж это другой корабль волоком тащить. За три тысячи. Далеко. Я ему дам деньги. Вот смотри охотников. Так далеко живешь. Дмитрий Москвич. Смотри внимательно. Новое, нетроганное, испечатки. Порядок почти такой. Иди сюда, Дмитрий. Делаешься ответственным. Ему подаришь свою руку. Не подари, а скажи. А он с тобой что было рассчитывать. Ну, я ночью уже помню. Думаю, поедет. Виталий, брат. Это удар. Все. Ты можешь пока положить. Виталий, брат. Слава Богу. Это молодая режиссура. Так. Дальше. Теперь я с вами хочу поговорить. Садись. 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 Вы не обидчивы? Вообще. Нет. Мы к иконам когда прислонялись, потом поцеловали. А потом лбом. А потом лбом. Зачем икону нашу подали? Это наша икона. Что интересно. Его мы привезли. Путин. Президент. Он прикладывается и боднул ее. А потом патриарх научил. Когда говорят, что целование. Ну давай ему поцелуемся. А потом лбом дай. Даже не бывает. Непонятно. Кошки. Кошки. Кошки у бабы. И конечно. Никогда этого не делать. Запещаний никаких нет. Благодарение Богу. Батюшка того. Кто-то на полную погружение. Наверное один человек был, да? Ты с площадки сходил? Сходил. О. Вы не смогли это сделать. Все садитесь. Не смогли. А назад нормально? Я не рассматриваю причины так полные. Дмитрий, поклон тебе. Это мне в руки дали возможность показать, как надо было сделать. Ну это все погружение полное было. Крещение действительное. Но мы рассчитывали, что человек будет вот так стоять. И вот так и стоял. Он явил послушание полное.